Лишь 8 у Фармера, 6 у Одан и 5 в Уичич, то есть, ну, так победнее, как мы видим. Однако, 0 у Робина Лопеса, а это, между прочим, стартер. Есть такой же, правда, у Лейкерс, Газоль, 7 очков, но 7 это не 0. Собственно, вот эти самые 7 и являются преимуществом сейчас для Лос-Анджерс Лейкерс. Это фол. Да, это фол, фол Газолю. Против Стадемайера, Газоль умоляет, не давайте мне. Фол, это четвертое замечание. Смотрим, что здесь было. Сыграл в получение, не получилось. Так, так. Ну, наверное, да. Но тут Стадемайер пошел не в корпус, он пошел в затяжной проход. И руки опустил вниз Паул. Опустил, приобнил, нежно так. А Мари... Не могут смотреть болельщики за этими штрафными. Мы видим на трибунах USA Race Center. А Стадемайер забивает. 10 уже из 12 штрафных у Амари. 22 очка. Сегодня он забил. Еще бы, еще бы, еще бы 8. И тогда Феникс выиграет. Драгич все-таки сел. Не знаю. Ох, не знаю решение Джентрис. Порное. Гранд Хилл вышел со своими 6 очками. И 2 из 7 с игры неважными. Работает он с Брайетом в защите. Нах, не согласен я с этим категорически. Как бы я не воплотился за это Джентри. Газовый против Фрая. Стадемайер блокирует бросок. Одам берет подбор. Великолепный. Еще блок. Это Ричардсон прибежал сзади. Не убежал ты колобок от всех. Но Одам был чрезвычайно хорош. Однако еще лучше был что такое? Фол. Ах, Марис Тадемайер получает глупейший фол в нападении. Идиотский совершенно. Но с кем ты задумал там толкаться? А? С лейкерами, которые мало того, что физически все очень мощные, так еще умные все. Посмотрите, пробегает мимо Артеста Стадемайер. И это называется симуляция. Однако контакт был. Ничего не попишешь. Тайм-аут у нас сегодня. За 2 минуты 43 секунды до конца. Тайм-аут у нас сегодня. Продолжение следует. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мои коллеги в Америке Субтитры делал DimaTorzok И делает игру однобросковой Если Феникс сейчас обороняется, то уже в следующем владении они могут счет сравнять в этом матче И играет еще очень порядочного баскетбольным меркам Две минуты и пять секунд Перебрасывается, перебрасывается Грандфил на Брайанте Сразу фрай помогает Брайан бросает Держите меня восьмера Он забивает этот бросок и делает счет 101-96 Ну что ж, отказывается пока у нас с обниманием и счета Хотя мы все еще надеемся Стив Нэш Какой дурацкий пас Стиви делает Зачем зарылся? Брайан бежит, бежит Фолл Ну конечно, что еще Фрай оставалось делать? Он Брайанта не удержит никогда в быстром отрыве Стив Нэш Ай-яй-яй-яй-яй-яй Потеря вторая в матче Но как она была не вовремя Взгляд Коби, а? Ну что еще можно сделать лучше в обороне? Как? Идеально Дабл Тим Ты заставляешь человека бороться с разворота После видения С отклонением Твоя рука в воздухе А другая... Ну, все как надо Все по закону Но он забивает И... И нельзя, нельзя Снять этого человека Вот, пожалуйста, да Максимальный количеств игр Когда, точнее Количеств игр Когда набирали люди 30 или более очков Майкл Джордан 109 Коби Брайант пока на третьем месте В этом списке И что-то мне подсказывает Что он не намерет останавливаться Есть 32 очка У Коби Брайанта в этом матче Пять подгоров Две передачи Ну, передач немного Пять подгоров Это порядочно Стив Нэш Крутится и вертится На Стадемайера Отдает И... Ах, это фол Но мяч в кольцо не полез Газоль Получает Пятый фол Пау Газоль Все Ну, что ж С этой проблемой справились Осталось справиться С проблемой реализации Просто своих атак Ну, и попробовать Может быть Коби не забьет Все-таки разок Еще Он был эпизод Когда Брайант Не забил Два броска подряд Хотя сегодня Он атакует С процентом Ниже 50 Между прочим 11 из 24 У Брайанта При этом на линии штрафных Он вставал даже меньше Десяти раз То есть 6 из 6 Он не мажет Конечно, оттуда Но все равно И если взять Например, от Студемайера Посмотрите, да Он 14 штрафных Уже исполнил Так что Даже больше, чем Брайант Несколько раз И еще раз Забивает Амари 25 очков У него становится 5 очков Отставания Или 5 очков Преимущество Торопиться Лейкерам Никуда не нужно Сейчас Все в руках Калифорнийцев Да, этому парню Нужно давать мяч Ой, вот он Как здорово Сверху не получается Газоль берет мяч И забивает Вот это Очень важные очки От Пао Газоли Сейчас Очень важные Взял по сбору В нападении И мяч Все-таки Переложил туда Внутрь Пара кроссоверов Ортест Жестко против Нэша Ричерсон Погай застону Нэш Не надо самому-то играть На Газоли Сейчас повышенная Ответственность Потому что нельзя Фалить Иначе он будет Просто досмотреть Мальчинской мейки Последние минуты Пошла 5 очков Разрыва Если сейчас Финис отобороняется Им нужно просто Быстро забить мяч Просто забить Безо всяких Там Трехочковок Надеюсь Они не будут Чего-либо выдумывать Надеюсь Они просто Сыграют мяч На Амаре Да Просто Просто тянут время Лейкеры Просто тянут время Коби сейчас будет бросать Какой-то сумасшедший бросок Так оно и происходит Ох Он забивает его Он забивает этот мяч Коби Брайанс Да Это самолетик Прямиком В финал Господа В финал NBA Ну Ну Без комментариев Этот парень Финетик Продолжение следует...